Публикация Лавровым 17 ноября переписки с главами МИД Германии и Франции – это третий шаг Кремля с целью на время отойти в сторону и сделать вид, что РФ не только не сторона конфликта, но даже не сторона переговоров в нормандском формате. Этот маневр – часть мер Кремля по подготовке активации боевых действий в зоне ООС. Статья Суркова от 20 ноября «Куда делся хаос? Распаковка стабильности» – это его попытка убедить Кремль в необходимости такой активации и придать ей историасовское обоснование, ссылаясь на физику и второй закон термодинамики. Глядя на эти и другие ухищрения Лаврова, Суркова и в целом всей кремлевской банды, давно хочется вывести свой закон истории – образование портит россиян, а россияне портят образование и все, к чему прикасаются. Если царь Мидас превращал все, чего касался в золото, то кремлевцы превращают в гной все, к чему прикоснуться. Они, как и царь Мидас, после этого сами не могут полноценно пользоваться тем, к чему прикоснулись. Экономики Крыма и Ордло, которых коснулись их руки, этому наглядный, но не единственный пример. Поэтому неудивительно, что с 2014 года они принялись активно насаждать тему «ЕС теперь обязан благоустроить Украину, сделать из нее витрину западного мира и такую, чтобы ей завидовали не только жители Крыма и Ордло, но и РФ». Подразумевалось, затем россияне с криками «Это наша Новороссия и Малороссия!» и «Это наш братский народ!» захватят Украину. Почти как по Марксу. Сначала буржуи должны создать обильно плодоносящую экономику, а потом придут коммунисты, экспроприируют ее и сделают всем настоящее счастье. Ленин в плане НЭП констатировал, «Коммунисты с экономикой не справляются, надо реанимировать недорезанных буржуев, а еще лучше пригласить их из США и Европы. Пусть починят, а потом мы опять ее экспроприируем». Сделали, но вскоре Берия, затем Косыгин и позже Горбачев заговорили, план СНЭП надо снова повторить, так как опять с экономикой не справляемся. В РФ лет пять нечто похожее опять говорят так называемые «либералы», но Сурков предлагает им не заморачиваться, а оккупировать Украину и еще кого-нибудь и решить проблему. Тем более, что российская статистика показывает, средний уровень зарплат в Украине и РФ сравнялся. «Пора брать Украину. Если Украину не захватить, то скопившаяся в РФ негативная энергетика уничтожит ее», убеждает Сурков. «Империя, которая не делает новых захватов, обречена на гибель из-за скопления негативной энергетики», резюмирует он. И для большей убедительности ссылается на второй закон термодинамики и роль энтропии в нем. Но понятие «энтропия» не имеет единого определения. Каждый автор называет энтропией все, что ему захочется, почему ее определение и меняется от случая к случаю. Сурков назвал энтропией некую негативную энергию хаоса, которая скопилась в РФ и которую либералы предлагают утилизировать через реформы под названием «выпуск пара», являющимся чем-то вроде третьего пришествия НЭП в Россию. Сурков с ними категорически не согласен, так как пар будет выпущен внутрь замкнутой системой по имени РФ, а не вне ее. Это приведет к еще большему росту давления пара и РФ взорвется или перейдет в газообразное состояние. Переход РФ в газообразное состояние Суркову почему-то не нравится, вопреки названным им законам физики. Поэтому он не согласен с либералами. Но закручивание гаек в РФ, несмотря на то, что оно проведено, по его мнению, вполне успешно, даже в интернете и в соцсетях, тоже нельзя считать решением проблемы. Нельзя, поскольку негативная энергия все равно куда-то сбегает и скапливается где-то там, где до нее не в силах дотянуться даже компетентные органы. В результате у россиян происходит раздвоение сознания, и они лишь формально участвуют в публичных ритуалах Кремля, отдавая Кесарю Кесарева, а реально они уходят в некое личное, непубличное пространство, где неподконтрольно живут непонятной ему жизнью. То, что Сурков пытается столь сложно изложить, проще проиллюстрировать примером из позднего СССР. Пионеры салютуют Брежневу 1 мая на Красной площади. Он машет рукой им, но ни Брежнев, ни пионеры, ни те, кто смотрит это по телевизору, не считают, что живут в самом лучшем общественном строе и не верят в коммунизм. Суркову, родившемуся в 1964-м, это ощущение знакомо не понаслышке. Возвращение этого ощущения пугает Суркова, и он понимает, что от него не скрыться за пафосным утверждением «Я не жил при социализме, но социализм живет во мне». Сурков при социализме жил, и поэтому не верит во всесилие ФСБ, Центра Э и других компетентных органов. Декламации потомков советской бюрократии и богемы, что в них живет социализм, его тоже не успокаивают. Таких персонажей он видел достаточно на рубеже 80-90-х. Мало ли в ком, какие червячки живут. Это все из серии того же личного пространства, куда сбегает нелюбимая им энтропия, угрожающая перевести РФ в газообразное состояние. Сурков хорошо знает цену этим носителям социализма в своих организмах, как и то, что они никогда уже не станут большинством в РФ. Более того, могут ускорить процесс перехода ее в газообразное состояние. Не случайно, что выздоровевший после гриппа Гиркин вдруг резко призвал за неделю до появления статьи Суркова гневно осудить всех тех, кто разжигает в РФ красно-белую рознь. Похоже, Гиркина, как и Суркова, пугают одни и те же ощущения. Он, как и Сурков, видит выход только в совместном походе красных и белых в Украину, но не обосновывает его вторым законом термодинамики. Страхи Гиркина и Суркова не беспочвенны, хотя термодинамика тут ни при чем. Из-за войны с украинской революцией РФ уже глубоко вошла в состояние системного кризиса, несмотря на то, что эта революция сделала в 2019 году своеобразный шаг назад. С революциями такое часто случается, но на системном кризисе в РФ это отразилось на удивление лишь его углублением. Коллективный российский ум Кремля всегда испытывает растерянность, если события развиваются не по Марксу и начинают на ходу придумывать что-то свое, хватаясь за все подряд, как Сурков за термодинамику, и подсматривать, что пишет о социумах мировая буржуазия в своих книжках. Еще Сталин велел доставлять в Москву всю литературу по этой тематике с Запада и работать с ней под грифом «секретно», вопреки заявлениям, что у СССР ясный и выверенный по марксизму путь, в реальности он был во мраке и приходилось брать у буржуев навигационные приборы, чтобы разобраться, что происходит на самом деле. Опасения, беспокоящие Суркова, беспокоят не только его одного, но и многих обитателей Кремля. Но в силу своего статуса они не пишут статьи столь часто, как он. Они делают «реал политик» и поручают Лаврову опубликовать его рабочую переписку с главами МИД Франции и ФРГ. Это третий шаг Кремля за месяц для подготовки эскалации боевых действий в зоне ООС. В Кремле в целом согласны советам Суркова, что надо еще что-нибудь захватить, чтобы РФ не перешла в газообразное состояние. Но не могут позволить себе шапкозакидательство в стиле Гиркина на практике, только на словах. В результате у Кремля возник план перевести войну с Украиной в другой режим по образцу атак беженцами границ Польши, Литвы и Латвии с территории Белоруссии. Смысл этого плана – атаки должны производиться не с территории РФ и не ею, а неким посторонним субъектам. Местом атак может быть, естественно, только зона ООС, а субъектами так называемые ДНР и ЛНР. В этом случае решается несколько задач. Прежде всего, группировки ДНР и ЛНР по воле пушек могут обрести субъектность, если удастся заставить правительство Украины начать с ними прямые переговоры о прекращении огня. Во всяком случае, Кремлю пока так кажется. Важный аспект этого плана – РФ должна всячески отмежеваться от них и их боевых действий, вплоть до заявления Лаврова о выходе из переговоров в нормандском формате. Разумеется, по вине Украины. Лавров должен везде говорить, что РФ не только не сторона конфликта, но даже не участница переговоров по его прекращению. Но может ею снова стать, если ее об этом попросят, и на своих условиях. Это минимум. Максимум использовать эту эскалацию спустя какое-то время для полномасштабного вторжения уже под флагом РФ. Есть и промежуточный вариант – пульсирующая война, когда интенсивность стрельбы высокая, но крупных наступлений нет. Почти то же самое, что и сейчас происходит в зоне ООС, но с еще большей интенсивностью огня и с активными, но затяжными переговорами, стороной в которых должны стать подставные лица – Пушилин и Пасечник. Если Москва не сможет в первый заход впихнуть их как сторону переговоров, то она может попробовать повторить это еще несколько раз. Одновременно может еще попробовать что-то химичить в прифронтовой зоне с восстаниями диверсионных групп и агентуры Медведчука, исключить которого из ОПЗЖ, пока не хватает ума у ее руководства. Собственно, одна из причин, по которой война с Украиной, в отличие от войны с Грузией, стала триггером системного кризиса в РФ, это то, что она, восьмой год, находится в таком пульсирующем состоянии, пусть и невысокой интенсивности. После августовской войны в Грузии не было сколько-нибудь заметных перестрелок. Для Украины ежедневные новости из зоны АТО ООС такая же обыденность, как курс валют и метеосводка. Для реализации этого плана Пушилин и Пасечник заявили 2 ноября, что готовы передать через некие международные организации правительство Украины останки бойцов ВСУ, по их словам, погибших в 2014-2015 годах. Расчет был очевидным, Москва хотела сделать Пушилина и Пасечника субъектами переговоров на мешках с человеческими костями. Но не нашлось ни одной уважающей себя международной организации, которая бы за это взялась. В Кремле, похоже, вскоре и сами поняли, что это уж чересчур специфический способ сделать из ДНР и ЛНР субъектов переговоров и закрыли тему. Вместо этого для развития их субъектности 15 ноября появился бессмысленный указ Путина, разрешающий государственным компаниям закупать товары, сделанные в Ордло, наравне со сделанными в РФ. Практический эффект его равен нулю, политический тоже к нему близок. Информационный продержался два-три дня, пока российские СМИ лили слезы умиления и шаблонно называли его «Указом о гуманитарной помощи». Через два дня Лавров опубликовал служебную переписку со своим резюме, сводящимся к фразе «Пора валить с переговоров, эти дебилы, немцы и французы, не принимают наши предложения». Блин. Но после этого опять что-то пошло не по плану и 22 ноября все тот же Лавров провел брифинг, где заявил, что РФ ни в коем случае не собирается выходить из переговоров в нормандском формате. Судя по тому, как Лавров неопределенно пообещал где-то в 2022 году новую встречу Путина с Байденом, ему после 19 ноября позвонили из Госдепа и наговорили каких-то неприятностей. В результате Кремль и Лавров резко передумали выходить из переговорного процесса и для обоснования такого отката назад взболтнули о новой встрече с Байденом. При этом Лавров для поддержания Реноме понес обычную пургу о том, что Украина уже давно ушла с переговоров и Минского соглашения не выполняет. Париж и Берлин ей во всем потакают и лишь такие стороны переговоров, как ДНР, ЛНР и РФ выполняют соглашения, при том, что РФ не сторона конфликта. Похоже, темная энергия хаоса, пугающая Суркова, настолько сгустилась в Кремле, что там не в силах не то, чтобы превратить ДНР и ЛНР в субъекты переговоров, но и убедительно дистанцироваться и от них, и от переговоров. План отмежевания РФ от них буксует прямо на старте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова